Двигатель 1.2 бензиновый, 94 лошадиных силы. Коробка передач, вариатор. Передний привод. Машина 2011 года выпуска. Собирался делать сам. Делать решил сам, чем покупать. Поясню почему. Так как у нас можно сказать, что нет багажника, был важен минимальный размер, в идеале, чтоб залезал под палку багажника. Нам не важны понты и красота. Важно качество исполнения. Размер параметра багажника. Я понял, что найти худой недорогой динамик у нас в магазинах задача не из легких. В итоге выбор пал на кинопке EFC W2513. Небольшой, но в то же время мощный. Стелс-тюнинг. Диоды в дверях при открывании. Реализовал включение диодной ленты на открывание двери. Делал только передние двери, задние без надобности. Содрал шильди Кузуки, РЭС, японские наклейки со стекла и префектуру вывоза авто из Японии. Итак, куплено и ждет установки. Полная шава и всех дверей. Но очень лютая. Двери тяжелые очень. Заменены динамики. Перед Херц и ЧСК 165 за 1 нанами 20 см. Мидбасса 80 Вт с огромным ходом диффузора. Все это подключено к усилителю Револт СС 85-4. Глава Пайрнир МРЗ 009. Колеса Зима Сузуки Свифт Риг 100 85 65 15. Колеса Лето Бриджстон Био 215 45 17. Спойлер РЭС Япония – оригинал. Клыки перед РЭС Япония – оригинал. Задняя губа РЭС Япония – оригинал. Тюнинговые стопы. Пружины с занижением 30-35 мм гряди. Всегда мечтал о крутом СОБе. Купить СОНДУРНСДИ 28300 УАТ. Сегодня забрал свои стопы, которые ждали меня на складе уже несколько дней. Ожидал, честно говоря, худшего, но в общем качество меня устроило. Разумеется, как последняя девочка после шопинга, поехал примерять и хвастаться. После установки стопорей вспомнил про спойлер от ZC32 – Свифт Спорт, который лежал на балконе еще с осени. У него была куча креплений левых, штырей, и я все не решался пилить машину или пилить их. Спросил совета знакомых, единогласно – пилить. Сказано, сделано, через пару часов отпилил нахрен лишнее, как истинный русский человек, и побежал в припрыжку на стоянку примиряться, вроде подошел. Дело за малым, скоро все будем красить. Субтитры подогнал «Симон»! Сегодня утром пролистываю местную барахолку, смотрю спортбампер на наш Свифт, думаю, ну, может, описались или дуру гонят. Дай-ка позвоню, патролю, да разузнаю, что к чему, а вдруг. Продавец оказался толковым. Через час я уже у него. Смотю, восхищаюсь и говорю себе – ты мой, и вот он мой собственно. На днях отдам бампер в покраску, будет краситель. Сборка спортбампера ZC32S. Сразу оговорюсь. Бампер не дешевая, очень даже грамотная копия, все встает идеально, полностью повторяет формы оригинала. Материал хороший, гнется, не ломается. Бампер разборный состоит из нескольких частей. Сам бампер. Решетка большая, цельная. Очки туманок. Дневные ходовые огни, встраиваемые в туманки. Заглушки для омывателей фар. Заглушка буксировочного крюка. Забрал с покрасочной. Красили в два цвета. Синий ZRZ в цвет кузова основа и середина решетки плюс очки туманок в черный перламутр. Надо менять фары срочно. Ну что ж, будем менять. Сразу скажу, это было нечто. Итак, обо всем по порядку. В стандарте этой оптики подразумевается. Поворотник. Включение габаритов. Неоновая полоска плюс 5 диодов. Они работают от одного инвертора. Их не получится заставить работать порознь точка. Ближний линза. Цоколь H7 1 спираль. Лампа стоит с завода. Дальний. Цоколь N1 1 спираль. Лампа уже стоит с завода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Оптика в работе перед плюс зад. Многие, наверное, хотят услышать мнение о работе оптики, ну и, разумеется, просто поглазеть, как она в работе. Напоминаю, в линзе стоит 35 Вт 8000 К. В туманках тоже 35 Вт 8000 К. По ощущениям светит чуть лучше, чем галоген. Возможно, это и самовнушение. На самом деле есть чувство незаконченности. Думаю, надо больше света в линзу. Опираясь на то, что с завода в ней стоял галоген на 55 Вт, смею предположить, что можно и ксенон воткнуть на 55 Вт. Надо искать пробовать, но пока таких вариантов мне не попадалось в продаже. Продолжение следует... Продолжение следует... У меня давно уже в багажнике валялся усилитель Sony XM SW1 и конденсатор Stinger 1.0F. До этого, так как мне было лень все это ставить, у меня стоял четвертый канальный усилитель, к которому был подключен только фронт и сап мостом вместо задних динамиков. И вот на днях выдался свободный вечерок, взял тюльпаны, силовой кабель и помчал полные ожиданий делать красоту и мощь. Купил я наконец-то руль после одного пяти лет мечтаний. Итак, овощной каучуковый руль с целым эрбегом. Правильный руль с дыркой посередине. Смена саба моноблока. Открываем волшебный сайт Форпост, выкидав им пионерчика за пять тысяч. Отскочил как пирожок. И не закрывая находим кик с 1900, что ж, неплохо, то за восемь тысяч. Мечты законченного идиота потихоньку сбываются, планка вложений в тюнинг перескочила отметку в 200 тысяч рублей. И все это благодаря им. Знакомьтесь, те самые, на которые многие гоняют по ночам, которые снятся, на которые все тычут пальцем и сворачивают шеи, про которые все говорят «хочу и скоро куплю», но как всегда не покупают. В общем это Волк Рейсинг Ти-37, ну с очень хорошими параметрами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова